Автобус по маршруту единицы едет со скоростью 30 км в час приближается к остановке детская больница. Теперь все эти данные видны на мониторе в диспетчерском пункте, благодаря встроенному прибору ГЛОНАСС. В нем находятся несколько датчиков, которые передают необходимую информацию через спутник. Главное преимущество этой навигационной системы повышения качества обслуживания пассажиров. Сбился с графика, отклонился от маршрута, все отображается на экране. Много очень жалоб поступало по поводу того, что автобус, допустим, не пришел на конечную. В данное время мы сейчас можем отследить, где автобус находится, почему он стоит. Если в автобусе имеется тревожная кнопка, если что-то случилось, если автобус сломался, водитель может связаться с нами и сообщить. Полный мониторинг объектов. На карте схемы 24 автобуса Союза автопредпринимателей, в которых есть приборы навигации. Например, зеленым цветом выделен транспорт, который в данный момент не движется. Коричневым автобусы, стоящие в гараже. Со временем руководство предприятия планирует подключить функцию контроля топлива и установить видеонаблюдение в салоне. Пока на эти цели не хватает средств. Один приемник на каждый автобус, на единицу автобуса, допустим, техники, стоит порядка 22-25 тысяч. Плюс потом абонентская плата. С каждой машиной 900 рублей в месяц. Если, допустим, парк насчитывает, ну, соответственно, 100 машин, то, соответственно, 90. Модернизация транспорта приборами ГЛОНАСС – это республиканская целевая программа. К 2015 году обеспечить современные навигационные системы планируется не только автопарк, пассажирские компании, но также транспорт по линиям Министерства обороны и бюджетной сферы. Для этих целей в бюджете региона предусмотрено более 60 миллионов рублей. Ольга Теша, Бармалушкин, Ветти, наладай.